Всем большой привет! Меня зовут Юля и вы на моем канале о вязании Julia M. Сегодня я хочу с вами поделиться ответами на вопросы тега Вяжу сегодня модное вязание. Автором тега, насколько я поняла, является Ольга Яперова. Я оставлю ссылку на ее видео. Возможно, вам будет интересно. Вяжу я кардиган вот такой вот серый, крупной вязки. Вяжу-вяжу, все никак не довяжу. Вот как раз таки поотвечать и повязать. Не задумываясь, как раз этот процесс подходит. Ну что ж, давайте. Я не люблю долгих вступлений. Надеюсь, что вы тоже. Давайте начнем разговаривать. И первый вопрос. Считаете ли вы, что вязание это модно? Я считаю, что вязание это модно в последние лет 5-6, наверное, точно. Может быть, у меня такие ощущения, когда я ушла в первый декрет, беременна была дочкой. Я начала вязать. Но, насколько я помню, тогда как раз Инстаграм начал пополняться аккаунтами о вязании. Многие продавали тогда пледы детские. Ну, может быть, это была моя тема, поэтому мне так казалось, что их прям очень много. Я даже задумывалась тоже открыть такой аккаунт, вязать эти пледы. Мне казалось, что это очень выгодно и некрасивые. Я даже связала плед из квадратов, из мотивов. Но в итоге так его и не продала. Но зато начала вести вязальный аккаунт и начала чаще вязать. Так вот, вернемся ближе к вопросу. Считаете ли вы, что вязание это модно? Я считаю, что да, вязание это модно, потому что трикотажная одежда, трикотажные вещи, это очень стильно, очень модно, современно в данный момент. И, соответственно, все, что мы видим трикотажного, в принципе, может связать любая вязальщица. Руками или на машинке, без разницы. Трикотажная одежда в моде, соответственно, и вязание тоже в моде. Вязаная одежда тоже в моде. И само вязание как рукоделие тоже на пике, мне кажется, сейчас своей популярности. И раньше, вот как-то, я всю жизнь вяжу. Раньше, как-то, когда говоришь, что ты вяжешь, прям это очень было всем удивительно. Потому что, ну, вязали кто? Бабушки в основном, да? Те, у кого много времени, сидят на пенсии и там вяжут. Такой стереотип ходил. А сейчас молодые девчонки начинают вязать, начинают вязать на заказ, начинают открывать свои каналы, начинают себя, свою семью обвязывать. Мне кажется, что это очень модно. Очень модно. Следующий вопрос. Являются ли связанные вами вещи модными, трендовыми? Я очень люблю моду, безумно ее люблю. Мне так нравится, когда я смотрю на стильно одетых людей, мужчин, женщин, детей. Мне очень это нравится и очень близко. Но сама я с модой как-то не могла вот никак совладать. Я даже не знаю, чего мне не хватало раньше. Я никогда в школе, в студенчестве, мне казалось, как-то особо модно не одевалась. Хотя очень старалась, но и тогда и средств особых не было. Да, и я считаю, что стиль это не только вот врожденное, да, бывает врожденное, а скорее больше это насмотренность и приобретенное, да. Ты смотришь журналы, смотришь вокруг, сейчас вот Инстаграм есть для этого, и у тебя постепенно вырабатывается чувство стиля. Вяжу ли я модные вещи? Я стараюсь вязать модные стильные вещи, и у меня получаются иногда модные вещи. Мне кажется, что многие из моих вещей очень модные, как, например, свитер красный своеобразным вырезом, как мои кардиганы, вот, которые из Drops Air. Потом, что у меня там еще такого модного, из похожей пряжи винного, такого ягодного цвета, да, мой кардиган. Я считаю, что это очень модные кардиганы у меня. Не знаю, может быть, кто-то по-другому думает. Ну и вообще я стараюсь вязать шапочки, да, какие-то модные. В общем, я стараюсь, но не всегда у меня прям все модные вещи, все стильные, не всегда. Особенно, когда я детям вяжу, я вяжу то, что соответствует их вкусу, и оно не всегда модное. Дальше, третий вопрос. Мода вязальщиц и мода масс-маркета. Это разные вещи? Мода вязальщиц и мода масс-маркета. Я думаю, что это близкие понятия, но все-таки иногда и разные вещи. Потому что в мире вязальщиц, в нашем рукодельном мире, тут тоже свои веяния. Очень долго у нас держались вот эти шапки с косами и с помпонами, как пример, да, я сейчас расскажу. Когда уже в масс-маркете их практически не осталось, все уже носили и продавали бини давно, а у нас все вот эти вот араны и помпоны, ну они классные, потому что они классные, они всем идут. Я и сама себе еще в прошлом году связала горчичную шапку с аранами и с помпоном. Но мне нравится, как они смотрятся. То есть не всегда масс-маркет и мир рукоделия прям идентичен. Но я лично вдохновляюсь как раз-таки масс-маркетом. Я очень люблю магазины, ходить по магазинам, шоппинг и всегда подмечаю что-то интересное. Иногда фотографирую себе, сохраняю, повторяю в том числе. Этим летом я вязала сумку из Ачин Дэм круглую такую. Что я еще вязала? Ну, в общем, наверное, что-то еще вязала. Мне хочется из хорошей пряжи связать повтор того, что я вижу в магазинах. И, кстати говоря, сейчас небольшой такой спойлер, у нас в ближайшие месяцы будет такой совместный проект интересный. Нужно будет повторить вещь из масс-маркета. Вот. Так что следите. Дальше. Надеюсь, я раскрыла этот вопрос. Расскажите, что у вас сейчас на спицах крючки, почему именно этот цвет и эта модель? Как раз-таки сейчас у меня на спицах кардиган крупной вязки. Он связан будет платочной вязкой, да. Это такая база уже сейчас. И рукава у него будут сначала, я думала, типа бабл кардигана сделать, но потом решила, что рукава у него просто будут другой, отличный от основного полотна вязкой узором, каким-то необычным, красивым. Я еще, если честно, не подобрала. И насколько модной вот эта вот вещь, которую я вяжу, например, для масс-маркета, это уже, ну, я не скажу, что это модно, было бы лучше, если бы он был связан полностью, здесь у меня кончик торчит, полностью вот платочной вязкой. Это было бы достаточно модным, да. Вот эти рукава отличные от основного тела, это скорее мода уже вот вязального мира. Не знаю, мне так кажется, такое мое мнение. Но я хочу именно так, хочу именно вот такую вот интересную задумку. Скорее это было модным, наверное, в прошлом году, более модным. Но я не успела в прошлом году связать, и сейчас я вяжу его уже сколько? Третий месяц, наверное. Но все-таки довяжу. Я чувствую, что довяжу и буду в восторге от вещи. Почему именно этот цвет? Ну, серый цвет, серый базовый цвет. Я вообще обожаю серый цвет. У меня вся квартира с серыми обоями, серой плиткой в ванной. Единственное, что в детской у меня белые обои. Вот, так что я люблю... И на балконе у меня белый кирпич. Я люблю серый. Обожаю. Он такой, как холст. На нем можно уже потом что-то рисовать. А можно не рисовать. Можно так, а спокойным и оставить. Как и образ, да, в целом, надев, допустим, серые джинсы или синие джинсы, кардиган, белую футболку, черную футболку, белые кроссовки, например. И это будет красиво, спокойно и стильно выглядеть. Можно в таком образе куда угодно пойти, мне кажется. Дальше. Где и у кого вы учились вязать? Я уже говорила в каком-то из тегов, что меня учила вязать бабушка. Она учила вязать нас всех сестер. У меня еще родная сестра, мы с ней росли, и две двоюродные. Они между собой родные. Вот четыре сестры. И всех нас бабушка усаживала и учила вязать. И до сих пор, вот так вот, чтобы постоянно, ну, вяжем мы втроем. Родная сестра уже давно не вяжет, хотя она тоже умеет, ну, или умела. Ну, я думаю, что это как с велосипедом, да, один раз научишься, и потом стоит только взять спицы и пряжи в руки, и все получится. Ну, не вяжет она, не вяжет, нет у нее к этому тяги. А две остальные сестры тоже вяжут периодически что-то, наверное, не так, как я постоянно, а может и так, как я вот Света даже на заказ вязала, по-моему. Также у меня мама умеет вязать, но тоже она не особо это как-то, ну, постоянно делает, делала. Сейчас уже давно вообще не вяжет. И, ну, она тоже помогала, показывала и крючком, и спицами тоже бабушка научила с мамой. Потом я вязала по книгам, всю жизнь по книгам, по журналам, и таким образом училась чему-то новому. Но, как я понимаю, что вообще в вязании никогда нельзя сказать, что все, стоп, теперь я знаю все. Все, нет, это не такой вид рукоделия. Здесь всему и всегда можно учиться и даже что-то свое выдумывать, потому что, ну, вообще техники это кем-то придуманные, да, вещи. Оно не дано как-то свыше. Это все придумано человеком, и можно и самому что-то выдумывать. И это тоже будет что-то новое. Вот, ну, в основном я до Ютуба я всегда вязала по журналам. И даже когда на Ютубе канал открыла, и для себя вязали на Ютуб открыла, я тоже вязала по журналам. Ну, и сама тоже очень люблю что-то придумывать свое. Дальше, следующий вопрос. Есть ли смысл в платных МК, курсах, описаниях? Я считаю, что, конечно, есть. Конечно, есть, потому что это труд, который можно воплощать, да, в какой-то продукт информационный в данном случае, да, и можно его продавать, и обучающий материал, да. Конечно, есть смысл как-то. Ну, мы же даже до вот этих вот всех продаж, описаний, мастер-классов и так далее, мы с вами покупали журналы и книги. И это тоже, то же самое, да. Это те же мастер-классы, те же описания, только дешевле. То есть там ты берешь сколько? Десять, двадцать описаний в одном журнале. Так что я считаю, что да, есть смысл в платных мастер-классах. Единственное, что мне бы хотелось, например, жить в мире, где мастер-классы платные, они сделаны все очень качественно. И, наверное, поэтому я за них и не берусь. То есть я ответственный, вообще гиперответственный, наверное, человек, хотя я над этим работаю, мне не нравится быть таким человеком и переживать из-за всего, из-за каждой мелочи. Поэтому в последние годы я более расслабленно стала относиться вообще к жизни и к каким-то, ну, не знаю, мелочам, наверное, да. К каким-то крупным, важным делам я все так же отношусь ответственно. Так вот, если бы я создавала мастер-класс платный, то я бы потратила на это очень много своего времени и своей энергии. И, наверное, я продумывала бы каждый шаг, чтобы человек, даже не умеющий вязать, смог бы это связать. То есть, если я на ютубе выкладываю мастер-классы, да, я могу сказать, что это мастер-класс для уже умеющих вязать. Если новички, наверное, не смогут, то описание я буду продавать подробнейшее, чтобы связать мог любой человек. И, ну, и, конечно же, нужно вязать, создавать его так, чтобы не было ошибок, чтобы учесть все практически, все размеры, все виды пряж и так далее. Это очень сложно, но это девочки делают, поэтому браво им и молодцы. Посоветуйте книгу, журнал, который отвечает на тему современного вязания. В данный момент я не могу посоветовать ни книг, ни журналов, потому что журналы я перестала покупать уже давно. Ну, вот недавно, кстати, купила журналы по носочкам, но пока еще ничего не связала. И посоветовать журналы я вам не могу. Я вам могу посоветовать все тот же интернет, Pinterest и Instagram. Вот это наши, в данный момент, лучшие помощники, в которых вы можете найти все модное, стильное. А также ходить по магазинам и даже по интернет-магазинам, да, виртуально ходить, бродить, высматривая какие-то интересные вещи у именитых дизайнеров вязальных, да. Это книги. Книги я вам оставлю ссылочку на те книги, которыми я в последнее время пользуюсь. Там есть и узоры, и вот всякие жаккарды, рисунки. Вот это то, чем я сейчас пользуюсь. А именно по моделям, ну, нет, такого я не могу вам посоветовать. Посоветовать все-таки более живой организм, это Instagram и Pinterest. Дальше. Какую информацию вы ищете на ютубе при вязании вещей? Если я не знакома с какой-то техникой, то я конкретную технику эту и ищу. Например, вот я вязала носочки, мне хотелось попробовать новую пятку этим летом. Я искала на ютубе. Если там что-то еще, там какой-то интересный набор, я тоже ищу на ютубе. И что еще, что еще. Вот недавно по мастер-классу тоже вязала шапочку. Мне понравилось, как выглядит. Я просто подписана на Настю и вот вязала шапочку, которую я мастер-класс увидела. То есть я ищу точечно. Мне что-то нужно, какая-то информация, я захожу и ищу в бесплатном доступе. Не скажу, что это бывает прям часто, но иногда нужно или хочется что-то новенькое попробовать. Ну, наверное, так и все делают. Да? Следующий вопрос. Копить пряжу это модно? Какая пряжа должна быть у рукодельницы в запасах? Копить пряжу это модно? Да, это модно, я считаю. Глядя на рукодельный ютуб, так это 100% очень модно. Потому что у девочек, у некоторых прям огромные запасы пряжи. Я не знаю, когда они успевают все это извязывать. Или просто для собственного успокоения. Да, набирают. Я тоже уже развела запасы. И у меня прям вот гложет меня изнутри, что неизвязанная такая классная пряжа лежит. Ну вот просто супер пряжа. И я не могу не придумать проект под нее. Не просто взять и связать. Потому что у меня текущие дела. Вот чем больше запаса, тем мне как-то... Тем мне как-то сложнее, что ли. Поэтому я вообще привыкла всю жизнь покупать пряжу именно под проект. И то есть я его извязываю и... Ну может быть под два проекта, да. И приступаю к новому. Потом опять покупаю. Вот как-то так. Так мне спокойнее всегда было. И я понимаю, что я не трачу бюджет свой впустую. Вот. Но сейчас у меня есть возможность, да, немножко позапасаться. И почему бы и нет. Зато есть... Нет. Есть, конечно, много плюсов. Ты... Что-то внезапно тебе нужно связать. Вот как сейчас мне, например, нужно связать срочно шапку сыну. Я залезу в свои запасы и 100% там что-то найду. Или себе там какую-нибудь шапочку. Или перчатки, или рукавицы. Я все-таки, наверное, думаю на этот сезон себе что-то связать на ручке. Потому что кожаные, ну, не всегда уместно. В каждом образе, там, с пуховиком, допустим, кожаные, я как-то не очень представляю. Вот хочется что-то мягенькое, тепленькое. Натянул просто быстренько и пошел. Может быть свяжу себе перчатки. Вот. И для этого я залезу в свои закрома и возьму пряжу. Что там еще какой был? Какая пряжа должна быть рукодельницей в запасах? Ну, вот как раз-таки об этом я уже и говорю. Что должна быть в запасах пряжа, ну, такая, которая на какой-нибудь аксессуар быстро взять и связать. Или когда ничего не хочется крупного начинать, тоже можно взять и связать. Ну, вот сейчас мне нравится, чтобы в запасах были какие-нибудь, может быть, небольшие моточки. Наверное, немного летней, немного зимней пряжи, да, тоже. Почему бы и нет? Мне кажется, пусть будут в запасе. Дальше. Интерьерные вещи. Что вы вяжете для украшения вашего дома? Одно время я прям очень много вязала. В прошлом году, по-моему, я вязала очень много вещей для дома. Я вязала ковер. Вставлю вам фотографию для детской из трикотажной пряжи. Я от него в восторге. Детям он очень нравится. Он лежит у нас в игровой зоне. И я довольна, что он у нас есть. Он, в принципе, его можно и постирать, и просто почистить как-то легко это все происходит. Краска держится. Он такой яркий, красивый. Да, было нелегко. Я его вязала достаточно трудно. Мне там не хватило пряжи. Потом пришлось дозаказывать. Не стоит, наверное, он вот этого всего труда. А может быть и стоит, знаете. Потому что, ну, я смотрю на него, любуюсь. И я довольна этой работой. Сейчас уже боли в руках я не помню, не ощущаю. Поэтому почему бы и нет, да. Почему бы и не связать раз в жизни хотя бы такой ковер. Но вот мне предлагали связать в спальню тоже в комментариях. Почему вы не вяжете себе в спальню ковер. Вы же хотите вот ковер. Я говорю, нет. Все, я больше на такой героизм не согласна. Также я вязала корзинки. Новогоднюю корзинку у меня есть в мастер-класс. И так и в подарок вязала. И сейчас буду вязать корзинку. Также я вязала подушку в виде звезды для сына. Что еще? Что еще я вязала? Что еще я вязала? Ну, пледы я вязала в своей жизни, да. Кстати, тоже от пледа не отказалась бы от какого-нибудь красивого. У меня есть в запасах пряжа Ализелана Голд разных цветов. Я думаю, может быть, как-то совместить и связать какой-нибудь интересный плед. Да, хотя бы вот тоже платочной вязкой, например, да. Можно было бы. А также, что я еще вязала? Ну, игрушки. Игрушки детям, да. Если можно считать это интерьерными вещами. И вот такая подушка-валик, на которой у меня тоже есть мастер-класс. Она вот прям под рукой у меня лежит всегда. Чехол. Да, он такой раскрывающийся. Как хорошо. Можно сразу продемонстрировать. Так, что еще? Вообще, я очень хорошо отношусь к интерьерному вязанию. Но если это не... А, еще салфетки вязала я. Такие из рафии. Я очень хорошо отношусь к интерьерному вязанию. Только если не вся квартира состоит из вязанных вещей. Это уже тумач, конечно же. Поэтому нужно быть осторожным с этим. И где-то точечно добавлять именно по стилю. А не просто потому, что вот я могу, мне хочется, зачем покупать. Я лучше навяжу. Нет, такими категориями лучше не мыслить. Потому что это будет слишком... Хотя в квартире бабушки, например, если бабушки вяжут, да, салфеточки, там скатерти. У меня бабушка шикарная. Просто скатерти вязала крючком тонюсеньким. И с тонкой-тонкой пряжи. И это такая красота заглядения. Вот в ее интерьере это выглядит замечательно. А что там следующее у нас? Секрет вашей успешной вещи. От чего он зависит? Он зависит от того, насколько я продуманно буду создавать. Ну, то есть, насколько, во-первых, она мне нужна в гардеробе. Недавно, кстати, такой вопрос тоже поступал. Как вот вы вяжете стильную какую-то вещь? Как вы продумываете? Я сначала несколько недель, может быть, месяцев хожу и понимаю, чего не хватает в моем гардеробе. Ну, это вот если стилистов смотреть, да, они советуют составлять шоппинг-лист. Ты ходишь в обычной жизни и понимаешь, мне не хватает там черной футболки, мне не хватает домашней пижамы, мне не хватает там белой рубашки, мне не хватает синих джинсов, мне не хватает кардигана, мне не хватает свитера, мне не хватает водолазки пододевать под жилетку, мне не хватает там шапочки черного цвета. Вот, ты составляешь себе такой шоппинг-лист, ну, вяза-лист, как его назвать, лист с планами по вязанию. Ну, у меня это в голове, если честно, просто. Я понимаю, что мне не хватает, допустим, вот сейчас кардигана, тепленького кардигана домашнего. И вот, я эту идею обдумываю, и сейчас мне еще не хватает свитера какого-нибудь классного, белого, который у меня на спицах, но никак не довяжется. И все, в принципе, вот так вот и создается вещь. Мне чего-то не хватает, я понимаю это, что вот сейчас я бы надела вот такую вещь, но ее нет, к сожалению. Поэтому надо собрать себя в кучу, заказать пряжу и связать секрет вашей успешной вещи. И тогда вещь будет, скорее всего, успешной. Еще важно продумать, с чем ты ее будешь носить, обязательно хотя бы 2-3 лука придумать. Лук-образ, да? То есть ты придумываешь, что этот свитер я могла бы надеть черной юбочкой с короткой, могла бы надеть с джинсами, могла бы надеть с брюками. Все, 3 образа сложено. Вот, или этот кардиган я могла бы носить там с рубашкой, с футболками, вот с такой футболкой, с такой футболкой вниз, вот это, вот это. Все, значит он необходим. И ты вяжешь, и уже знаешь, с чем ты будешь это носить. Тогда твое время не тратится впустую, пряжа не тратится впустую. Ну и, конечно же, нужно смотреть, как это все сидит на тебе, на твоей фигуре. Очень важно вязать по типу своей фигуры. То есть, если у тебя слишком широкие бедра, то вязать изделие, которое заканчивается на бедрах, не советуется. Нужно чуть-чуть ниже, либо чуть-чуть выше. Если у тебя большая грудь, то тоже не стоит ее слишком как-то облегать. Нужно посвободнее что-то вязать, не слишком крупной вязки, ну и так далее. Вот, исходя из этих категорий, вот от этого все и зависит. Успех вещи. Следующий совет дня от вас, вашим зрителям. Совет дня. Совет дня. Совет дня. Не вяжите просто, чтобы связать. Ну, это для меня. Вот мой принцип. Я не вяжу просто, чтобы связать. Чаще всего. Иногда бывает. Вяжите именно то, что вам действительно нравится, что вы будете носить потом с удовольствием, или то, что подарить не стыдно будет, или на заказ. Вяжите именно вещи, которые вы любите. Даже заказы, вот я когда принимала заказы, я старалась брать те, которым лежит душа. То есть не хочется вязать что-то такое старомодное, что-то, то, что мне не нравится, есть той пряжи, которая мне не нравится. Мне хотелось всегда вязать из чего-то хорошего, красивого, чтобы не стыдно было потом сказать, что эту вещь связала я. Даже пусть и на заказ. Вот такой вот мой совет дня. Ну, и, конечно же, творите, потому что это не просто создание одежды. Это наш мир рукодельный. Это мы свою душу сюда вкладываем, в эти вещи. И этим они очень ценны. Я рада, что мир вокруг это понимает сейчас в наше время. Поэтому я с гордостью говорю, что я вяжу. Я вязальщица, у меня рукодельный блок. И вообще я этим горжусь. На этом буду заканчивать. Всего вам доброго и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok